Ребята, всем привет! На канале Мир Яблок давно не было видео и я уже соскучился по обучающим советам и лайфхакам. И сегодня у меня для вас 5 штук классных для вашего Mac, которые вы посмотрите и можете сразу использовать. Так что ставьте лайки, подписывайтесь и мы начинаем. Итак, это первый лайфхак. Смотрите, когда вы печатаете текст в каких-то браузерах, либо в заметках, вам иногда хочется вставить смайлы, потому что они уже пришли в нашу жизнь с появлениями телефонов и замечательных эмодзи на клавиатуре. Как это в Mac делается? Да очень просто. Нажимаем Ctrl-Command-Пробел и где бы вы ни были, всегда появляются смайлики. Command-Control-Пробел и выбираем любой и... Ой, какой опасный только что был. Выбираем смайлик и, пожалуйста, он у нас есть. Это первый лайфхак. Эмодзи где бы то ни было, просто Ctrl-Command-Пробел. Это второй лайфхак и вы наверняка замечали здесь у себя иконочки, которые отвечают за Wi-Fi, за Bluetooth, за резервное копирование. Так вот, вы их можете легко перемещать и менять друг с другом. Просто нажимаете клавишу Command и перетягиваем одну или вторую. Wi-Fi пользуетесь часто, я вот его поставлю ближе к часам, потому что чаще на часы смотрю. Если пользуетесь реже, вы можете поменять, чтобы звук был на первом месте, либо наоборот в конце. Нажимаете клавишу Command и перетягиваете их, отпускаете. Тоже очень просто, можно кастомизировать и сделать и так, как вам удобно. Итак, третий лайфхак это то, как можно пользоваться полноэкранным режимом с разделением. Что это значит? Например, у нас есть браузер Google и хотелось бы его посмотреть на одной половине экрана, а какая-то другая программка на второй части экрана, например, это будет, ну скажем, карты. И мы, конечно, можем вручную вот так вот подстроить это окно, подстроить это окно, но это не так удобно. Есть способ получше. Мы нажимаем на кнопочку на весь экран и держим ее. И выбираем в какой части у нас будет эта программка. Окей, Google будет слева. А здесь нам предлагается выбор из всех программ, которые прямо сейчас запущены на этом рабочем столе. Например, окей, карты. Вот, пожалуйста, у нас тут есть отличное разделение. Я могу и здесь, и здесь скроллить. И также я могу увеличивать, уменьшать область. Так мне надо. Ну, чтобы выйти, понятно, там нажмем свернуть и выйдем. Четвертый лайфхак. Когда мы слушаем музыку или смотрим видео, нам бывает вот так вот сильно громко, а так уже недостающая громкость. Либо у нас может быть такая ситуация. Такая ситуация здесь у нас сильно громко, а так уже тихо. Есть ли возможность деления пополам поделить? Ну, с одной стороны, можно в YouTube громкость порегулировать. А с другой стороны, если нажать Alt-Shift и регулировать громкость, то у нас эти деления очень маленькими становятся, и мы регулируем здесь очень, ну, очень маленький шажок. Окей, что делать, если вот так вот нам слишком ярко, а так экран практически выключенный? Нажимаем Alt-Shift и регулируем яркость. Я даже не думал, что подсветка экрана имеет такие мелкие деления. Alt-Shift и регулируем яркость. Это пятый лайфхак, он самый простой и он самый полезный, на мой взгляд. Смотрите, у вас есть загрузки, и вы хотите здесь найти какой-то файл. У вас есть изображение, есть видеофайл, есть документ Word, все что угодно. Для того, чтобы открыть, мы два раза нажимаем, открывается окно просмотра, мы вас ждем, пока оно подгрузится, закрываем, это не тот файл. Окей, есть способ быстро, называется быстрый просмотр файлов. Что нужно сделать? Просто нажимаем пробел. Бум. За долю секунды мы смотрим, что внутри документа Word, который находится вот здесь. Если я стрелочкой на клавиатуре буду вверх-вниз перемещаться, я буду просто передвигаться по моим открытым файлам. Вот сейчас этот открыт, нажму вниз, откройте маленький, вот это поворот, видеоролик и еще-еще. Просто откройте список файлов своих, нажмите пробел и листайте. Это пятый лайфхак. Вот такие лайфхаки на сегодня. Что скажете, какие вы, может быть, были новые, которых вы не знали. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки и до скорой встречи. Пока.